Господи. Я вас очень прошу, не снимайте, я вас не снимаю. Будьте добры, то же самое. Вы препятствуете обследование зданий? Пожалуйста, покиньте помещение. Вы препятствуете работу. Мы вас выдавляли в соответствии с договором. Еще раз, вас мы сюда не пустим. Вы препятствуете работу Центра культуры. Вы не представляете никому. Мажоритарный акционер. Это можно выкинуть. Мажоритарный акционер. Мы даже в присутствии полиции сможем обследовать. Вы не сможете обследовать даже в присутствии полиции. Хорошо, мы взяли полиции. Директор Жуков сначала препятствовал проходу, ссылаясь на то, что на договор аренды, который был со здравительным центром заключен в 2020 году, из якобы на пункт договора 1, что его должны были о данном мероприятии уведомить за 5 дней. Но за 5 дней по этому договору уведомляется о проведении какого-либо мероприятия на безвозмездной основе. Это совершенно другое. Мы хотели всего лишь на основании другого пункта договора провести комплексное обследование технического состояния здания. То есть, о чем мы не должны уведомлять были, в частности, здравительный центр за 5 дней. Не требует договора уведомления заранее. Он сначала на основании этого отказал, что не вовремя уведомили. Вызвали сотрудников полиции 19 февраля. Сотрудник полиции взял с нас, из членов комиссии объяснения. Поднялся к господину Жукову, наверх взял объяснение. Спустился, ничего он не сделал. Как бы мы написали заявление, дали объяснение и пошли. С намерением, если, говорят, за 5 дней, вернуться через 5 дней. Соответственно, это произошло вчера. Это было чуть больше 5 дней, но это произошло вчера. Мы точно так же с тем же письмом, которое, причем господином Жуковым было принято под подпись, он 19-го это получал. Мы точно так же в составе той же комиссии пошли. Опять нам было отказано. Нас опять не допустили, туда препятствовали к прохождению. Теперь по причине того, что это было, вы якобы просили 19-го февраля это провести. Очередной вызов сотрудников полиции, очередное объяснение, заявление. Ничего никто не сделал. Мы опять так же оставили заявление, объяснили и пошли. Опять так же все члены комиссии. То есть никаких объяснений с той стороны. Нам начали говорить о том, что мы не имеем права, что мы... Оздравительный центр никаких прав не имеет. На видео там даже видно, что нам говорят о том, что мы никто. Они не объясняют, почему они такие препятствия ставят. Они просто говорят о том, что вы не пройдете. И вчера даже была фраза, что и с полицией вы тоже не пройдете. Почему мы, в принципе, и вызвали полицию, чтобы убедиться, что мы действительно даже с полицией этого не сделали. Комиссия нужна для того, чтобы внести какие-то, наверное, правки в какие-то документации в преддверии будущего капитального ремонта. Для того, чтобы он прошел в соответствии со всеми правилами, нормами. Потому что давным-давно не было капитального ремонта в ДК. Здание уже далеко не молодое. И всего лишь доброе намерение собственника, который хотят подготовить это здание, тем более у него год юбилейный этот. И всего лишь намерение собственника, который хочет привести в порядок это здание. Мы приходим со всем пакетом документов для директора и для его охраны показать, что мы имеем право, кто мы. С нами в данный момент вот перешли 11 клубных формирований, из них два вокальных, цирковой кружок, изобразительного искусства кружок перешел. Но это те, кто работали в муниципальном учреждении культуры и те, кто перешли вот в здравительный центр на работу. С ними, соответственно, перешли их ученики. Порядка сейчас 335 человек у нас занимаются во всех этих клубных формированиях. Это и вокальный, гитарный, барабанный, цирковой, изобразительного искусства, шитья, вот мозаика. Сейчас мы еще берем хореографа, так как хореограф не перешел, но мы берем хореографа. Вот сейчас уже даже заявление есть, у нас группа практически одна сформирована. Планируется начать работу хореографа. Новый кружок – это изобразительное искусство на воде. Тоже уже за 2 недели, мы, по-моему, 2 или 3 недели объявили набор, уже порядка 30 человек в этом кружке. То есть в данный момент по четырем геолокациям, скажем так, это в контактной деревне, это в земляничном городе, это в помещении «Золотая осень», помещение амбулатории, потому что, ну, все, что приспособлено помещению, что нам предоставил ЗАУС Афос Лейнов, любезно просто для занятия наших людей, детей и наших преподавателей и своими учениками, для того, чтобы они, их процесс не останавливался. Обучение, все вот у нас в четырех, сейчас практически все семь дней в неделю заняты все помещения. Ну, преподаватели как-то тоже подстроились, практически постарались не менять расписание, потому что формировалось все еще в сентябре, а так как это середина года, а у всех и дополнительные у детей какие-то занятия есть, поэтому старались даже вот то же время, те же дни сохранить, чтобы, ну, соответственно, помещение, которое нам предоставили. Ну, то есть получается сейчас от имени муниципалитета этот Жуков, он по сути не содействует, а препятствует нормальной работе детских кружков. Сейчас, да, эти 303 человека, вот мы по четырем вот, грубо говоря, помещениям. Особенно неудобно, контактная деревня, это достаточно далеко, и совхоз Ленин, вот зал совхоз нам предоставили даже, что их служебный транспорт, вот маршрутка у них, не маршрутка, газель такая у них вот есть, их служебный транспорт наших учеников отвозит до контактной деревни одну группу, причем потом первую группу забирают оттуда, привозят обратно, вторую группу отвозят туда, то есть как бы, потому что у родителей не у всех всегда, естественно, в свободное время возможность доставить туда, а это далеко. Все руководители, конечно же, перешли, оборудования нет, материалов нет, ЗАО совхоз нам все купила, купили нам оборудование, вот сейчас даже последнее приобретение у нас было, это наш кружок барабанщиков, им купили барабаны такие вот, которые, может быть, видели, такие беленькие, симпатичные, да. У нас был 20 февраля концерт, сейчас 4 марта мы планируем также концерт, да, пока у нас, скажем так, не специализированное помещение земляничной кухни превращается в концертный зал такой импровизированный, но дети должны показывать то, чему они научились, родители и гости должны видеть то, что умеют их дети. Мне кажется, это какой-то обоюдный такой позитив, потому что концертов не было очень давно, 20 февраля, вот когда уже провели концерт, я смотрела на всех, это такое давно забытое, наверное, у всех чувство, все были настолько рады, что они могут выступить, и под 4 марта сейчас под концерт опять новые номера, да, то есть у них уже это готово, у них уже эта наработка с руководителями есть. А скажите, а действительно ли, что вот все эти родители 330 учащихся, которые занимаются в кружках, написали заявление вот Жукову? Заявления были написаны еще начало января, концом декабря, что на отчисление кружка и на зачисление вот к нам в кружок, в наше клубное формирование, заявление все направляли заказными письмами на адрес Жукова, они говорили об этом абсолютно точно, что они отправляли все письма. То, что уведомляли его, родители все говорили, да, они даже приносили копии этих заявлений, что на всякий случай, если возникнут какие-то вопросы, а вопросы могли быть в части там, я не знаю, но если отчитываться начнут или каких-то таких моментов в муниципалитете, они приносили копии этих заявлений, нам сдавали вместе с заявлением на зачисление, они приносили на отчисление из муниципалитета. Продолжение следует...